Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о преломлении света. И начнем мы с простого опыта. Я кладу монету в чашку и она лежит на дне, ее не видно, она скрыта стенкой чашки. А теперь наливаю в чашку воду. И монета снова появляется. Но она же не могла всплыть, она тяжелее воды. И этот фокус вы можете показать своим знакомым. А теперь я опущу в воду линейку. И нам кажется, что она преломилась, но ведь на самом деле она осталась такой же прямой. А дело в том, что световой луч, падая на границу раздела двух сред, преломляется. И если у нас луч падает из воздуха в воду, то угол падения окажется больше угла преломления. Ну а если наоборот, посветить из воды в воздух, обратить ход светового луча, то теперь угол падения будет меньше угла преломления. И преломление светового луча можно наблюдать, посветив лазерной указкой в аквариум с водой. И преломленный луч здесь мы хорошо видим, потому что в воду добавлен флорисциин и немножко молока, чтобы свет лучше рассеивался. А вот падающий луч мы не видим, и придется нам его провести по направлению лазерной указки. И теперь мы можем объяснить наш первый опыт с монетой. Вот я здесь выделил точку на поверхности монеты, и из нее идут лучи во все стороны. Эти лучи преломляются на поверхности воды, а продолжение преломленных лучей сходится в точке, монеты, которая находится выше монеты, и нам кажется, что монета вместе с дном чашки поднялась выше. А в следующем опыте мы используем прямоугольную кювету, заполненную водой, и источник, который дает несколько параллельных световых лучей. Эти лучи падают на одну стенку кювета, преломляются и выходят через другую стенку, под теми же самыми углами. Так что выходящий пучок световых лучей оказывается параллелен входящему. При этом выходящий пучок смещается относительно входящего пучка на некоторое расстояние вбок. Из-за этого сдвига книжные строчки, если посмотреть на них через толстую прозрачную пластину, кажутся перерезанными. Они поднялись вверх, как поднималась вверх монета в нашем первом опыте. И между прочим прозрачные тела мы видим только за счет преломления и отражения света от их поверхности. А иначе мы бы не видели эти предметы вовсе. Ну а сейчас нам надо разобраться, как связаны между собой углы падения и преломления, и для этого мы проведем следующие опыты. Здесь на оптическом столике установлены шайбы из оргстекла, имеющие форму полуцилиндра. И мы будем смотреть, как световой луч преломляется на ее плоской поверхности. Когда световой луч перпендикулярен поверхности и угол падения равен нулю, потому что он отсчитывается от перпендикуляра, угол преломления тоже равен нулю. А теперь начнем вращать оптический столик и смотреть, как связаны между собой углы падения и преломления. Сейчас, когда угол падения равен тридцати градусам, угол преломления составляет девятнадцать градусов. И таким образом мы проходим углы падения один за другим, пока падающий луч не становится параллелен поверхности. И вот какой график зависимости угла преломления от угла падения у нас получился. Видно, что при малых углах это прямая пропорциональная зависимость, но при больших углах график загибается вниз. И тут надо сказать, что аналогичную зависимость угла преломления от угла падения получил для воды еще во втором веке нашей эры Клавдий Птолемей. Но он не смог раскрыть простой математический закон, который описывает эту зависимость. А открыть этот закон удалось Виллиброрду Снеллу, который известен нам больше как Снеллиус. Уже в начале семнадцатого века, через тысячу четыреста лет после Птолемея. И Снеллиус перешел от углов к синусам этих углов и получил великолепную прямую пропорциональную зависимость. И мы тоже в нашем опыте перешли от углов к их синусам и увидели эту прямую пропорциональность. И поскольку в нашем опыте оказалось, что отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная, то имеет смысл ее обозначить буквой N. И эта величина называется коэффициент преломления. Ну и вся эта формула это и есть выражение закона Снеллиуса. Ну а в нашем опыте коэффициент преломления при прохождении света из воздуха в оргстекло оказался равным 1,49. А в этой таблице приведены показатели преломления при переходе света из вакуума в некоторые вещества. Ну впрочем с этой точностью показатель преломления при переходе из воздуха в вещества будет ровно такой же. Для воды он составляет 1,33, а для стекол может довольно сильно отличаться. Ну вот для оптических стекол он меняется от 1,47 до 2,04. И это делается специально в целях конструирования оптических систем. Ну а у алмаза показатель преломления весьма большой 2,42. И это одна из причин, по которой бриллианты так блестят. И когда закон преломления был получен на опыте, физики постарались его объяснить. И первым это сделал Рине Декарт. Он представлял себе, что свет это мельчайшие частицы, карпускулы. И когда они падают на границу раздела двух сред, то компонента скорости вдоль границы раздела остается постоянной. А поперечная компонента может изменяться. Но при этом получается, что если свет, например, падает из воздуха на стекло, то для того, чтобы угол падения был больше угла преломления, поперечная компонента скорости внутри стекла должна быть больше, чем в воздухе. Ну и это странно. Тогда получается, что карпускулы света должны двигаться внутри плотного стекла быстрее, чем в разреженном воздухе. И в общем, это кажется сомнительным. Следующее объяснение предложил Пьер Фирма, который считал, что свет в более плотной среде движется медленнее, чем в воздухе. И, кроме того, он выбирает такой путь, который требует наименьшего времени для своего прохождения. Но тогда возникает вопрос, а откуда свет знает, выходя из источника, по какому именно пути ему двигаться? А Христиан Гюйгенс предложил совершенно другую, неожиданную модель, в которой свет был не частицами, а волнами. Волна падает слева из менее плотной среды в более плотную. В более плотной среде скорость волны меньше, поэтому при неизменной частоте здесь меньше и длина волны. А на границе раздела каждый гребень падающей волны должен переходить в гребень преломленной волны. И из-за этого преломленным волнам приходится разворачиваться. Изобразим зеленым два соседних гребня, а красным направление распространения волн до преломления и после. Отметим угол падения альфа и угол преломления бета. И перенесем эти углы внутрь двух прямоугольных треугольников. Длина падающей волны равна лямбда 1, а длина преломленной волны лямбда 2. Выразим теперь общую гипотенузу треугольников через длины волн. Она равна с одной стороны лямбда 1 делить на синус альфа, а с другой стороны лямбда 2 делить на синус бета. Отсюда отношение синуса альфа к синусу бета равно отношению длин волн лямбда 1 делить на лямбда 2. А длины волн при постоянной частоте пропорциональны скоростям распространения этих волн в двух средах. И мы получили закон Снеллюса, где отношение синусов равно отношению скоростей света в двух средах. Эта величина называется относительным показателем преломления между первой и второй средами. А теперь мы введем абсолютные показатели, равные отношению скорости света в вакууме к скорости света в соответствующей среде. Тогда отношение синусов равно обратному отношению абсолютных показателей преломления соответствующих сред. И это рассуждение Гюйгенса применимо не только к световым, но и к звуковым волнам, и вообще к любым волнам в любых средах. А теперь настало время нашего заключительного вопроса, и я сделаю следующий опыт. Вот я беру карандаш, погружаю его в воду, и я вижу не один карандаш, а два. Откуда же взялся второй карандаш? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok